Сразу в двух районах Чувашии были зафиксированы случаи падежа птиц. По предварительным данным, в Батревском и Комсомольском районах выявлен птичий грипп. Сегодня на внеочередную чрезвычайную комиссию в Дом правительства пригласили представителей Министерства сельского хозяйства, ветеринарных служб, МВД и Министерства здравоохранения. Случаи заражения птичьим гриппом уже были отмечены в некоторых российских регионах. В Курской, Белгородской, Пензенской областях. Накануне вирус H5 был обнаружен и в Чувашии. В трех хозяйствах произошел падеж 49 голов птицы, но режим карантина не введен. Однако в Министерстве сельского хозяйства рекомендует пока не выпускать птиц на улицу. Главы администрации уже докладывали, что действительно там уже посты стоят. И здесь у нас был в комиссии представитель МВД. Мы в тесном контакте работаем. И не только на КП. Будем усиливать контрольные надзорные мероприятия с участием ГИБДД на дорогах, на рынках. Усилим контроль за наличием ветеринарных документов. Будем смотреть, что за птица, откуда завозится. Поэтому если где-то опять птица будет завозиться без документов, естественно, мы будем принимать меры. Для выявления его подтипа вируса исследуемый материал отправили в город Владимир. 20 человек, которые контактировали с животными, находятся под наблюдением врачей. Но медики уверяют, что этот вирус для человека не опасен. Вышли в очаги участковые педиатры и участковые терапевты. Очень отрадно то, что не выявлено пока катаральные явления, не выявлено повышение температуры. И на сегодняшний момент эти жители, которые контактировали, будут засматриваться ежедневно в течение 21 дня. При необходимости появления катаральных явлений будет применена неспецифическая профилактика. Это применение противовирусных препаратов. Самое главное то, что можно сказать, что пока в Российской Федерации от птичьего гриппа заражение человека не выявлено.